Она была именем Раковского, именем Грабовского. Сейчас меня атакуют за все, какие-то называют именем Гурченко. Ну то для чего придумывать новую назву школ, если она имеет свою историческую, Мариинскую? Мариинскими в честь жены императора Александра II в Российской империи называли женские школы, созданные после реформы образования. Был разработан целый пакет документов, в которых прописывалось, как, где и сколько должны учиться девочки. Женские гимназии – суть заведения, предназначенные для приходящих учениц всех сословий и вероисповеданий. Женские гимназии состоят из семи классов, но для приготовляющихся к педагогической деятельности может быть учреждаем еще восьмой дополнительный класс. Из положения о женских гимназиях Министерство народного просвещения 1870 года. В 1869-м Мариинское училище построили в Харькове, на нынешней Рыморской улице. Через год ввели педагогический курс, и училище стало женской гимназией. Девочек готовили, как будущих домашних наставниц и добропорядочных жен. Среди обязательных предметов – закон Божий, грамматика, арифметика, рукоделие. В старших классах ученицы должны были писать сочинения, на иностранных языках свободно общаться с классными дамами. Особо в Мариинке следили за опрятностью и гигиеной. Гимназистки имели форму в клеточку синего и зеленого цвета, с черным фартухом и высоким закрытым воротничком. Учительницы и классные дамы носили длинные синие платья. В каждом классе была своя классная дама, которая вела классный журнал, следила за дисциплиной и была нашей главной воспитательницей. Дисциплина была суровой. Из воспоминаний выпускницы Мариинской гимназии 1917 года Марии Храповой. После революции женская гимназия превратилась в обычную школу номер 6 со смешанными классами. Перед войной стала одной из первых, где ввели преподавание на украинском языке. Во время оккупации в классах и коридорах разместился госпиталь. За парты дети сели лишь после освобождения Харькова. Учеников стало больше, потому на месте гимназийного сада построили новый корпус и спортзал. А в старинном здании педколлектив все годы старался максимально сберечь атмосферу былой Мариинки. Этой кованой парадной лестнице 140 лет, она ровесница самого здания. По ней в актовый зал поднимались почетные гости, преподаватели и воспитанники соседней мужской гимназии. А вот девушек пускали в зал через черный ход. Интерьер здесь остался практически без изменений. Разве что заложили камины, да вместо портрета царя-батюшки повесили на терморт. Но так же, как и 140 лет назад, здесь по-прежнему танцуют вальс. Сегодня государственных женских гимназий, подобных Харьковской шестой, в стране нет, гордятся учителя. В 2000-м здесь возродили женские классы, теперь их больше, чем смешанных. Попасть учиться в чисто девичий коллектив можно только по конкурсу. На 60 мест сегодня подано 100 заявлений. Девочки говорят, в женском классе учиться проще и спокойнее. Когда мальчики это очень сильно отвлекает, от девочки нет вот этой зависти, которая обычно бывает. В школе нужно шучиться, а не за мальчиками бегать. Одну и ту же тему в женском классе и смешанном приходится преподавать по-разному. Учитель истории Галина Балова говорит, девочек мало интересуют воины и политики. Им подавай жизненные истории. Им больше интересен жизнь, жизнь людей в ту или иную эпоху, а не общие экономические, социальные или политические процессы. Ну скажем, это может относиться к Катерине II личности, а не только эпоху Катерины II и ее политика. Традиции в бывшей Мариинке тесно переплетаются с современным подходом. Гимназисты учат минимум пять языков, знают британский этикет, умеют моделировать одежду. Но сейчас главное уследить за ежегодными нововведениями минобразования. Если гимназии вернут былое имя, она будет называться Харьковская гимназия номер 6 Мариинская гимназия. Тогда в программу добавят еще больше уроков этикета, верховую езду, уроки вождения авто. Директор школы говорит, надо соответствовать историческому названию. Быть ли 6 гимназией вновь Мариинской решат депутаты. На будущей неделе этот вопрос рассмотрят на сессии Горсовета. Андрей Кравченко, Евгений Педин, Алексей Калмык. Объектив неделя.